Максим Крамаренко Предлагаю начать наше с вами знакомство с общественного объединения ЛАД. Как и когда началась его история? Наше движение появилось формально, то есть было зарегистрировано в 93-м году, но желание создать такую организацию проявилось уже в 92-м, спустя буквально год после расклада Советского Союза. Я думаю, людьми в тот период в первую очередь двигало чувство того, что мы хотели сохранить связи с Российской Федерацией и сохранить, соответственно, свою культуру, свой язык, вновь образовавшись на государстве. В этом году в Республике Казахстан исполняется 30 лет. С этих 30 лет, ну не 30 лет получается, мы 29 лет функционируем. То есть вот история нашего движения начиналась именно так. Мы создавались для того, чтобы сохранить связи. Не то чтобы сохранить, а оказать содействие, оказать определенное влияние на то, чтобы наши страны далеко не расходились, Россия и Казахстан. И, ну, без тени смущения скажу, что мы, возможно, внесли определенную лепту и в создание Евразийского Союза, то есть реинтеграцию постсоветского пространства. А когда вы сами присоединились к обществу? Я пришел в общество в 95-м году. С самого начала в обществе был мой отец, а уже потом, в 95-м году, он меня привлек к деятельности. Тогда наше славянское движение «ЛАД» занималось различными направлениями, в том числе общественно-политическими. То есть первый председатель нашего движения был депутатом Верховного Совета, а, соответственно, в филиалах, в том числе в нашем государственном филиале, отец несколько раз избирался в городском Масляхаде. Ну, соответственно, через него я тоже вовлекся в деятельность славянского движения «ЛАД». Чем занимается движение сегодня? Изменились ли направления деятельности? Возможно, поменялись приоритеты? Ну да, немножко, конечно, поменялись, потому что у нас произошло реформирование политических систем в Казахстане. Ну, несколько раз оно происходило. К сожалению, в 2007 году было принято решение властями о том, чтобы у нас Масляхады и парламент выдвигались только политические партии по партийным спискам. Поэтому мы от общественно-политической деятельности по ряду объективных обстоятельств были отстранены. И сейчас занимаюсь в основном правозащитной и культурно-процессивной деятельностью. Максим, движение «ЛАД» выпускает одноименную газету. Да, выпускаем. С 1994 года. О чем в ней можно прочитать? И какие темы вы освещаете? Ну, в первую очередь, газета «ЛАД», она сразу же задумывалась, как сейчас можно говорить, корпоративное издание. То есть мы писали о деятельности нашей организации. Во-вторых, конечно же, мы уделяем и уделяли, и уделяем сейчас определенное внимание и общественно-политическим процессам в Республике Казахстан и на постсоветском пространстве. Ну, соответственно, сейчас эта тематика евразийская. Там присутствует и тематика, грубо говоря, о деятельности третьих стран на территории нашего Евразийского союза. Вот примерно об этом мы и пишем в нашей газете. К сожалению, она сейчас выпускается не так часто. Если раньше мы выпускались ежемесячно, сейчас мы выпускаемся раз в квартал. Я также отметила, что ни у движения «ЛАД», ни у газеты нет социальных сетей и сайта. Так задумывалось? Не то, чтобы задумывалось. У нас есть сайт «Русская Евразия». То есть уже сайт появился после того, как стала развиваться как раз тенденция к тому, что будет происходить реинтеграция постсоветского пространства. Соответственно, мы уже замахнулись на Евразию, назвали по-другому. Создали сайт «Русская Евразия». В социальных сетях у нас есть несколько тоже и площадок. Это, во-первых, страница в Фейсбуке «Пульс Евразии». Это и в том же Фейсбуке есть группа, она насчитывает порядка уже 6 тысяч, наверное, участников. Это Евразийское историческое общество. Мы так его назвали. Но опять же, все это уклонно Евразии. То есть мы связываем и славянство, и Евразию. Все в единый такой концепт. А вы уже взаимодействуете с Ассамблеей народов Евразии? — Пока нет. В прошлом году у нас в Казахстане действует Ассамблея народа Казахстана. И вот в прошлом году филиал нашей Акмолинской области изъявил желание подписать соглашение с Ассамблей народов России. И вот как раз я оказывал содействие в подписании такого соглашения. Акмолинская Ассамблея народа Казахстана подписала соглашение с Ассамблеей народов за Урале в городе Кургане. Мы пока выходим на контакты с Ассамблеей народов России. Но я надеюсь, на Евразийскую Ассамблею тоже выйдем. Насколько я могу судить, у вас достаточно много проектов, посвященных Великой Отечественной войне. Какие самые интересные вы отметили бы? Да, в прошлом году мы провели проект «Мой парад победы» назывался. В географическом пространстве российско-казахстанского приграничья проводили. В реализации этого проекта нам большую помощь доказал экспертный клуб «Урал-Евразия», который был создан в 2014 году на базе Уральского федерального университета. Мы с ними давно сотрудничаем. Вот как раз в прошлом году, как из-за пандемии, мы решили перейти в онлайн-формат. Они оказали нам содействие. И в этом конкурсе, то есть этот конкурс был посвящен тому, чтобы дети подготовились и прочитали стихотворение, посвященное Великой Отечественной войне в трех категориях. И я вам скажу, что проект был удачен, потому что приняли участие порядка 153 ребят, даже больше приходили в конкурсные выступления уже после завершения конкурса. Но мы были строгие, как раз в ограниченных, так сказать, рамках. Отобрали тех, кто прислал именно в срод. Но чем был успешен проект? То, что мы оценили просмотр, индивидуальных просмотров, у этого конкурса было порядка 30 тысяч. То есть мы смогли охватить, именно охватить молодежь, потому что одно из заданий, не то, что не только было прочитать стихотворение, но и, грубо говоря, растиражировать свой видеоролик, который они разместили в социальной сети ВКонтакте. Вот как раз через это тиражирование получилось, что порядка 30 тысяч просмотрели наш конкурс. К тому же этот конкурс был малозатратный. Мы затратились только на приобретение подарков, которые потом вручали. К сожалению, тоже пришлось вручать. Если в Екатеринбурге, в России смогли российских участников собрать на базе музея боевой славы в Екатеринбурге, то здесь уже в Казахстане я взял победителей и вручал в школах, либо дома эти подарки. Ребята были очень довольны и, в принципе, сейчас даже пишут и спрашивают, будем ли мы проводить в этом году аналогичный конкурс. Мы об этом думаем, потому что тоже год юбилейный. Возможно, во второй половине года мы проведем аналогичные мероприятия. Ну, а так, в принципе, ежегодно мы проводим конкурс сочинений в Республике Казахстан. В прошлом году тоже, к 75-летию победы, мы провели под конкурс сочинений уже ученическую конференцию. И в проведении конференции нам помог и аппарат военного атташе посольства Российской Федерации, ну и само посольство Российской Федерации. Это с российской стороны, а с казахстанской ассамблеи народа Казахстана. В таком ключе мы работаем. Это на детскую аудиторию, грубо говоря, на взрослую аудиторию тоже ежегодно проводим круглые столы, посвященные боевому подвигу казахстанских дивизий, которые участвовали в освобождении тех или иных городов Советского Союза. То есть для взрослой аудитории выбираются конкретные темы конференций? Да, на конкретные темы. Допустим, у нас в Акмольденской области формировалось несколько стрелковых дивизий. Одна из таких легендарных – это 310-я стрелковая дивизия, которая участвовала в деблокировании Ленинграда с самого начала битвы за Ленинград. И потом уже освобождала Новгород и города Польши и Чейхов. Молодежь Казахстана знает историю Великой Отечественной? Или там также прослеживаются тенденции по фальсификации истории? Ну, я вам скажу так, позиция руководства Казахстана, конечно же, трактовать историю Великой Отечественной войны в том же ключе, как и в России. Трещи, которых мы относим к понятию «третьи силы», вот они пытаются вмешаться и переформатировать, так сказать, молодое сознание. Сказать, что это, допустим, была не Великая Отечественная война, что это просто казахов втянули в конфликт между Сталином и Гитлером. Там хищнические режимы и так далее делили мироустройство. И поэтому для казахов эта война вообще никакого значения не имеет. Только то, что были принесены какие-то жертвы и так далее. Ну, слава богу, и руководство, и большая часть населения Казахстана, конечно же, не поддерживают такую трактовку. Всегда приятно с ними совместно проводить мероприятия. Это и органы власти, и общественные ведения, которые также поддерживают и говорят о том, что это действительно была Великая Отечественная война. Также занимаются поисковой деятельностью, то есть уезжают в Россию, в другие республики Советского Союза и дальние зарубежья. Как раз изучают боевой путь всех воинских формирований, которые были сформированы в Казахстане. Максим, о каких еще крупных проектах движения «ЛАД» вы бы хотели рассказать? Ну, мы уже, допустим, третий год реализуем проект, так сказать, в долгую, называется «Наследие Евразии». Начали мы его с юбилейной даты, посвященной творчеству Крылова, баснописца российского. То есть здесь проводили конкурсы, такие они тоже были многоаспектные. Это и сочинение, это и умение наизусть прочитать, это умение даже философски осмыслить значение тех или иных басен Крылова. После этого в прошлом году мы успели провести еще до пандемии многоаспектный конкурс. Назывался он «Пушкин, Лермонтов, Абай. Классики всех времен». То есть как раз мы здесь и рассказали о творчестве, актуализировали творчество двух русских поэтов и писателей. С одной стороны, а с другой стороны как раз показали и творческий путь Абая, казахский просветитель, казахский поэт, который сам внес большой вклад в развитие казахской культуры, а во-вторых, благодаря его переводческой деятельности от творчества Пушкина и Лермонтова как раз в казахских степи и узнали. В этом году, опять же, в рамках этого проекта мы проводим конкурс «Казахстан, Россия, космос наш». То есть уже отошли от литературы, так сказать, к развитию научно-технического прогресса и о том, как покорение космоса связало Казахстан и Россию в советское время. И как раз задание этого конкурса написать о том, как сотрудничество может развиваться через 200-300 лет. То есть это могут быть фантастические рассказы, это могут быть и экологические эссе и так далее. То есть мы пытаемся как раз в своей деятельности сохранять, связывать, сшивать культурное и историческое пространство Казахстана и России. Вы сотрудничаете с российскими организациями? И если да, то в каком формате? Да, у нас, я уже упомянул, Урал-Евразия. Мы в апреле этого года провели форум. В этом форуме приняли активное участие представители Гражданского альянса Казахстана. Такая структура, она объединяет все НПО в республике Казахстан. И как раз на этом форуме 26 апреля было принято решение создать ресурсный центр, который будет способствовать развитию гуманитарного сотрудничества приграничного пространства в Казахстане. То есть мы не то что приграничные, а Россия с Казахстаном в целом. Этот ресурсный центр будет собирать информацию о определенных проектах приграничного сотрудничества, которые реализуют как в России, так и в Казахстане. Также этот ресурсный центр будет позволять искать партнеров, допустим, для реализации в будущем аналогичных проектов. Вот как раз тоже проект, который направлен на развитие, опять же, сотрудничества между Россией и Казахстаном. А вы, кажется, предложили создать Академию приграничной дипломатии. Да, да. Это вот в рамках этого же форума я предложил создать Академию приграничного сотрудничества, чтобы эта Академия учила наших общественников и российских общественников именно приграничной дипломатии. То есть на что делать упор при реализации тех или иных проектов – это основная цель. А вторая основная цель – это, грубо говоря, перезнакомить наших НПОшников и российских НПОшников, чтобы мы друг друга знали лучше, знали, как работает их НПО, знали, как работает наша НПО. И третья цель – это, может быть, при выпуске из этой Академии люди выходили уже с готовыми проектами, которые мы могли подать в донорские организации, как Россия, как и Казахстан. А вы уже понимаете, в каком формате будет проходить обучение? Это будут онлайн-встречи или, может быть, оффлайн-интенсивы? Ну, вообще, как бы идея такая – смешанный формат родить. То есть и онлайн, чтобы там нарабатывалась определенная база, да, и учебных материалов, там, допустим, опять же, тех же проектов, которые реализовывались, делался бы анализ положительных, отрицательных сторон тех временных проектов, что удалось, что не удалось. Ну и, конечно же, чтобы люди перезнакомились, без очного общения не обойтись. То есть одно дело мы с вами сейчас разговариваем по скайпу, другое дело, когда мы можем с вами поговорить очно, там, за чашечкой чая, тогда и обсудить еще другие вопросы, не сжатые ни во времени, ни в пространстве, грубо говоря. Максим, а чем занимается информационно-аналитический центр «Институт евразийской политики», руководителем которого вы являетесь? «Институт евразийской политики» был создан в 2014 году как вспомогательная структура движения «ЛАД», как раз, чтобы на эту структуру перебросить всю евразийскую тематику. Сейчас мы его делаем более самостоятельно, то есть уже ряд проектов мы реализуем на базе только института евразийской политики, ряд проектов только на базе «ЛАДА». В первую очередь мы занимались экспертно-аналитической деятельностью, то есть подготовкой определенных материалов, в которых отражалось наше мнение по тем или иным процессам, происходящим в Евразийском Союзе, по тем или иным процессам, которые происходят вокруг Евразийского Союза. Мы предлагали свои варианты решения. Ну а также сейчас активно мы, как модно говорят, сейчас пара дипломатов, то есть, опять же, приграничном сотрудничестве как раз все переносим на институт евразийской политики. Максим, а как в Казахстане сейчас обстоят дела с русским языком? Молодые люди говорят по-русски или, может быть, на нем преподают в школах? Ну, вопрос такой многоаспектный. По законодательству современного Республики Казахстан русский язык имеет статус официально употребляемого наравне с государственным, то есть такой вот сложный статус. Если, допустим, у нас есть закон о Международном финансовом центре, где написано, что официальным языком этого центра является английский язык. То есть, коротко, официальный язык, и разъясняется, что такое официальный язык. Это язык делопроизводства, основной язык делопроизводства, судопроизводства, нормотворчества на определенной территории. Вот русский язык, он такой, как-то статус очень сложный получил. Можно сказать, что это ноу-хау Казахстана. То есть, в других странах такого статуса нет. Ну, конечно, с распадом Советского Союза произошло сокращение часов преподавания русского языка. То есть, если российский стандарт, например, сохранил такое же число, как был в Советском Союзе, то в Казахстане сократилось, например, в два раза преподавание русского языка по сравнению с тем, что было в Советском Союзе. Сейчас, года три назад было объявлено о том, что будет проходить образовательная реформа именно в средней школе и будет внедряться английский язык. То есть, в итоге, что должно было получиться? Чтобы на английском языке преподавались такие предметы, как физика, химия, биология, русскому языку остается только, собственно, сам русский язык, всемирная история и всемирная литература. Все остальное преподается на казахском языке. Как мне кажется, при таком подходе, конечно же, знание русского языка снизится. Потому что, во-первых, это очень сложно будет ребенку перестраиваться с одного языка на другой. Допустим, математика будет преподаваться на казахском языке, а физика уже на английском. Так-то сложно будет в лингвистическом. Мышление перестроится с одного языка на другой, как мне кажется. Поэтому, конечно же, для нас немножко тревожно. И я вам скажу, что сейчас говорят о том, что повысился процент выезжающих из Казахстана русских, а в Россию. И многие как раз говорят о том, что их беспокоит не какой-то там национализм и так далее, а вот именно то, что будет с русским языком и система образования. То есть, беспокоит эту реформу, которая непонятна, будет ли она реализовываться или нет. Из-за пандемии у нас все так застыло пока в этом вопросе. Максим, спасибо вам за беседу. Спасибо за то, что взяли интервью у меня. Спасибо. До свидания. Напоминаю, что сегодня с нами на видеосвязи был Максим Крамаренко, председатель общественного объединения Республиканское славянское движение «ЛАД», руководитель информационно-аналитического центра Института евразийской политики и заместитель председателя Всемирного координационного совета российских соотечественников. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова